Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, я вам уже записывал ролик о том, как Россия пролетела в Индии, осталась там, собственно говоря, без денег за нефть, то есть индусы хорошо отымели расистов и заплатили им рупий, которые вывести дальше из Индии невозможно. Все это дело понятно, но теперь американцы начали вытеснять эту же Россию из Индии уже и с рынком вооружения. Дело в том, что вот совсем недавно министр обороны США Остин и министр иностранных дел Блинкен встречались в Индии со своими визави, соответственно, министром иностранных дел Индии. Фамилии, которого выговорить я отказываюсь, я его не могу выговорить. Это хуже, чем вот этот американский сенатор, ой, конгрессмен, которого зовут то ли Рама с нами, то ли Рама с вами. Да, ну то я могу выговорить. А этого чувачка вообще не могу выговорить фамилию, но не важно. Короче говоря, они встречались с министром иностранных дел Индии с труднопроизносимой фамилией и с министром иностранных дел Индии по фамилии Синг. Это просто. Это мы с удовольствием скажем. Вот. И, кажется, встреча была 2 плюс 2. 2 с американской стороны, 2 с индийской. И результатом этой встречи стало значительное углубление военных связей, военно-технических связей между США и Индией. Почему это так важно? Почему для Украины это важно? Важно потому, что вот этот визит оставляет так называемую Россию без денег. То есть Путина оставляет без штанов. Он тебе с голой попой как павиант там будет бегать и просить деньги у кого-нибудь еще. Индия ему денег больше не даст. Значит, речь идет о том, что американцы лихо забрали на себя аэрокосмическую, скажем так, часть военного импорта Индии. И предлагают им сейчас авиационные двигатели, предлагают там сборку самолетов, предлагают, в общем, практически все, что вот я сейчас смотрю, там целый ряд военно-технических, скажем так, областей для сотрудничества, которые раньше были у Индии с Россией. Теперь все. Значит, если раньше брать 2017 год, то Россия традиционно, которая всегда снабжала Индию оружием, так уже это сложилось, и в 2017 году она имела, грубо говоря, 61% от индийского импорта военного. То на сегодняшний день, благодаря санкциям, животворящим, кстати, вот ваш дурачок этот Путин говорит, что санкции полезны. Ну, очень полезны, конечно же, да. Без штанов останетесь, потом будете рассказывать. Уже, кстати, остались без штанов. Так вот, на сегодняшний день уже 45% тенденции к понижению этого же уровня, да. И американцы там, собственно говоря, развернули сумасшедшую деятельность. То есть, они сейчас фактически вторгаются в каждую отрасль индийской военной промышленности, в которой раньше была Россия. И предлагают, просто тупо предлагают лучшие условия. Поскольку российское оружие полностью было дискредитировано и полностью показало собственную никчемность и непригодность в войне с Украиной. То есть, страна, которая там в 10 раз больше по площади, в 3 или в 4 раза больше по населению, в 10 раз больше по танкам и так далее, и так далее. С этими всеми танками и с этим всем своим оружием, с которым она навалилась на Украину, в результате осталась, как говорится, там, где она осталась, да, с разбитым корытом. То все поняли, что вот это оружие, с которым она вторглась в Украину, оказалось полной ерундой, скажем честно и откровенно. Соответственно, индусы не хотят оказаться в той же ситуации, в которой оказалась и сама Россия со своим собственным оружием. Кому нужны теперь эти С-400, это просто барахло, да. И все прочее, то, что там Россия использует. Ну, понятно, надо делать всегда скидочку на криворукость российских инженеров, которые не в состоянии, у которых 2 плюс 2 это 28, иногда 32. Вот, но в любом случае, скидку на, ведь те же самые инженеры, ведь это оружие и делают, соответственно, соответственно, все плохо. Да, и интересен еще один момент, почему сейчас падает российский экспорт в Индию вооружений. Все довольно просто. В долларах Индия платить не может, боится санкций. Индия предлагает платить в рупиях. Ну, что с рупиями, я уже вам объяснял, да, ни разу, ни два, что Россия ее потом в рупии из Индии вытянуть никак не может, потому что это не свободно конвертируемая валюта, индусы не дают ее вывозить, то есть вкладывать дальше в индийскую экономику. Зашибись. Очень-очень хорошо, да. Вот, и получается, что Путин говорит, ну, давайте платите мне в рублях, покупайте рубли и платите в рублях. Я согласен на это. За поставленное оружие индусы говорят, не, мы в рублях платить не будем по очень простой причине, потому что курс рубля завышен, давайте мы вам будем платить, но курс установим сами. Путин говорит, ну, что, сгорели? Не дам. Ну, и, короче говоря, на всем этом их торговля идет в минус, а американская торговля идет в плюс, потому что, что они в долларах, тут в долларах все прозрачно, все понятно, индусы платят в долларах, никаких проблем. Кроме того, американцы, видите, подготовили еще одну очень хорошую плюшечку для индусов, в плане того, что начали переводить свои предприятия из Китая в Индию, и индусы не могли на это не отреагировать, соответственно, вот, видите, они тут нашли кучу общих знаменателей, кучу общих интересов, а нам это хорошо, что вот эти вот общие интересы Индии и Соединенных Штатов в данном случае оставляют Россию без денег, а что еще надо Украине? Это же замечательно, все будет Украина.